Почему люди соглашаются за нищенскую зарплату работать? Толерантность к унижению. Вот, если ты сильно хочешь, то оно будет, ни х**а не будет. Если овердох хочешь, вот так и будешь хотеть. Должен — это раб, надо — это раб. Мы тебе заплатим 30 тысяч, вот чтоб ты с голоду не сдох. Ну, потом льготы вот суда дадим. Если ты проживаешь жизнь в виде терпилы, ты изнашиваешься и скоро ты никому не будешь нужен. Задай себе вопрос, а кому ты нужен? В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Игорь Владимирович, вы часто говорите, что зарплата должна быть не ниже ста тысяч рублей, что это должен быть такой минимальный размер оплаты труда, но если мы посмотрим на регионы, да и не только на регионы, где-то и в Москве так, то для людей эти сто тысяч — это, скажем так, мечта, это не то, что минимум. Как вы думаете, почему? Здесь есть два фактора. Первый — власти совершенно не ставят приоритетом, чтобы зарплата в России минимальная, вот фактическая, была больше ста тысяч. Не ставят. Минимальный размер оплаты труда какой сейчас? 17. Вот и все. Что означает минимальный размер оплаты труда? Это вот типа вот такой индикатор, что вот столько можно платить людям. Вот и все, вот и работодатели столько и платят. Ну и второй вопрос — почему люди соглашаются за нищенскую зарплату работать? Соглашаются и все. И пока люди соглашаются, ни один работодатель не заплатит больше. Точка. Даже если там государство скажет минимальная оплата труда — сто тысяч рублей будет. Знаете, что будет? Работодатель будет говорить, да и будем платить меньше. И самое интересное, что люди опять будут соглашаться. Все-таки можем раскрыть второй пункт полнее? Почему люди соглашаются на низкую зарплату? Конечно, есть несколько факторов. Начну с главного, который, в общем-то, решающий — толерантность к унижению. Начальник пришел, говорит, вот так. Работодатель пришел, говорит, вот такая зарплата. И человек говорит, ну что же делать, все так живут, и я так буду. Толерантность — очень прикольное слово. Вроде как толерантность хорошо, но вот смотри, вот пожалуйста. Хорошо, когда тебя е**, а тебе плохо? Нет, если тебе е**, то тебе нравится, так это хорошо, а если тебе е**, то тебе не нравится. Когда тебе не нравится, что с тобой происходит, а ты продолжаешь оставаться в этом месте — вот это основной корень бед людей России. Второе, о чем хотел сказать. Вера в то, что ну кто-то же должен работать на этих работах, низкооплачиваемых, где три копейки платят. В смысле кто-то должен? Ну пусть рабы п*** работают, роботы п***, вот и все. Что значит кто-то должен? Вообще запомни, если в твоей жизни часто возникает слово надо, должен, обязан и так далее, то скорее всего ты даже не заметил, как ты рабом стал, вот и все. Поэтому должен — это раб, надо — это раб, не должен ты влачить нищенское существование, не должен ты нуждаться, понятно? Это выбор. Третье, тебе кто-то сказал, нужно немножечко потерпеть, и ты терпишь. Сперва ты терпишь недельку, потом вторую, потом месяц, потом еще месяц, потом год, потом ты принял себя в виде терпилы. Вот сейчас погашу ипотеку и там все начнется, вот сейчас вот это вот событие, а сейчас пока надо потерпеть. Знаете, какое ощущение у людей, которые терпят? Скукоженные, скрюченные, как корова в бомболюке. Ни радости, ни улыбок, а если улыбки, то такие вот, как дела? Можно ли так жить? Можно, можно жить по-разному, только вопрос, как жить, это же выбор. Вот так или вот так. Это все разные вещи, ты будешь разное чувствовать. Если ты проживаешь жизнь в виде терпилы, ты изнашиваешься и скоро ты никому не будешь нужен. Может быть, ты уже никому не нужен. Задай себе вопрос, а кому ты нужен? Четвертое, ты действительно мало зарабатываешь, потому что ты мало что умеешь. Ты можешь делать то же самое, что делают десятки миллионов других людей, а потому конкуренция слишком большая, красный океан. Но вот хочешь ты, овердахуяк, дело не в том, что у тебя будет то, что тебе хочется. Вот, если ты сильно хочешь, то оно будет, ни хиа не будет, понятно? Если овердахуяк хочешь, вот так и будешь хотеть, по нарастающей увеличить это хотение, фантазирование, придумывание и так далее. Нет, ничего не будет. Уметь. Поэтому прямо сейчас жопу от стула оторвал и приходи к людям, которые уже и умеют то, что тебе следует уметь. Будь среди этих людей. Пятое, привычка жить сводя концы с концами. Ну, сперва это как, знаешь, там типа вынужденная необходимость, потом продленная вынужденная необходимость, а потом спортивный азарт. Я вот здесь сэкономил, я здесь, я здесь на акции по распродаже что-то купил. Ты купил ненужную тебе, понимаешь? И дальше вот это сведение концы с концами начинается образом жизни. То есть ты вместо расширения доходов занят. Чем? Оптимизация расходов. Ты начинаешь менять свое время жизни в поисках неких вот этих вот плюшек, подачек, распродаж, товаров с просроченным сроком годности, да, которые по сниженной цене, да. Ты говоришь, ладно, ладно, там денек для кефира просроченный, это не важно. Важно, важно, что ты ищешь это, на что ты меняешь свое время. Вот ты привыкаешь время своей жизни тратить на поиск вот этой вот какой-то истории выживания. А если ты фокусируешься на выживании, то в лучшем случае ты выживешь. Подчеркиваю, в лучшем случае, ну, может быть, и умрешь. Вот и все. Но ежели ты вообще не концентрируешь время, тело, ума и сердце своего на подходах к процветанию, то процветать ты не будешь вообще никогда, понимаешь? Вообще никогда. Как вам кажется, есть ли люди, которым выгодны вот эти низкие зарплаты миллионов, по сути, людей? Ну, конечно, конечно же, мировой заговор, да, России никто не дает поднять экономику, никто не дает, все, все мешают, весь мир мешает, китайцы мешают, американцы, что там, бразильянцы, даже пингвины в Антарктиде и те мешают. Типичные размышления, когда кому-то должно быть выгодно, что мы бедные, давайте найдем, кому выгодно. На первый взгляд может показаться, что банкам выгодно, да, банки грабят людей, закабаляют в ипотеку, там, микрофинансовые организации вообще борзели, с такими процентами выдают вот эти кредиты. Работодатель, который платит низкую зарплату, да, конечно, это он хочет нас держать в нищете, в бедности, вот он, а он настаивает, да, чтобы вы сами соглашались на эту работу. На самом деле никому не выгодно, что люди бедные, бедные люди, понимаете, покупают товары плохо, вечно торгуются за скидки. Вы знаете, что самые злые люди, которые там вот это, пишут вот эти вот, а, там, качество товара, это бедные люди, богатые люди, ну ладно, там другое купим. Все, бедность размножает бедность, поэтому смотрите, никому не выгодно бедные люди, никому, потому единственная возможность в стране стать богатой, это каждый человек внутри для себя решает, я не буду больше влочить в бедности жить, я не буду соглашаться на нищенскую зарплату, я повышу компетенцию свою, квалификацию и так далее, я покину этот город, где срань господня и нету этих нормальных рабочих мест, или я создам свою фирму со своими рабочими местами, понимаете, я не буду ждуном, терпилом, ворчуном и так далее, не буду, я, я по-другому использую свое тело, ум и сердце, вот. Вы сказали, что никому не выгодно, а работодателю почему не выгодно? Ну, по сути, он экономит на зарплатах. Понимаете, как, у работодателя тоже вот, с одной стороны, работодатель зажат, он, если будет платить зарплату выше, чем по рынку, он будет проигрывать конкуренцию в текущем рынке, с другой стороны, работодателю пофиг какую зарплату платить, если все бы платили не 30 тысяч, а 100 тысяч или 200 вот этому сотруднику, вот этой квалификации. Работодатель бы тоже платил, смотрите, эти бы деньги вошли в себестоимость товаров и услуг, и он бы продавал этот товар дороже тем людям, которые бы хотели бы купить этот товар. Возникала бы петля благоденствия, понимаете, у людей было бы больше денег, они больше зарабатывали, и они бы сами выбирали, какие товары они купят. Так устроены все развитые экономики. В России сейчас все наоборот, платим нищенские зарплаты и куча каких-то льгот, которые попробую еще получить. Мы тебе заплатим 30 тысяч, чтоб ты с голоду не сдох, ну потом льготы вот сюда дадим, туда, если ты до них дойдешь, если ты доползешь до них, потому что полоса препятствий по получению льгот, она так выслана, что все обещанные льготы никто еще не получал. Когда регуляторная комбинация, например, бы в России была, про минимальную зарплату такую-то, все работодатели платили бы минимум это и точка, и это бы выровняло конкуренцию и так далее. Работодателю выгодно иметь дело с более продвинутыми людьми, их меньше надо контролировать, меньше опекать, они меньше воруют, они лучше вовлечены, у них производительность труда выше. Ребята, почему Россия никак не может запустить вот этот вот петлю благоденствия, петлю богатения и так далее, да покачану, потому что способность запускать такие организации и строить так, это не способность, вот которая нам от рождения дана. Вы посмотрите, кто рулят сейчас до сих пор многих организаций, люди, которые оказались там случайно. Директор школы — это бывший хороший учитель. Ну, я, конечно, понимаю величайшие традиции, что даже кухарка может управлять страной, я понимаю, но по-разному будет складываться результат этого управления, сильно по-разному. производительность труда, например, в компании Технониколь на мировом уровне, а у большинства российских компаний, подчеркиваю, у абсолютного большинства в пять раз ниже, чем в Америке или в Германии. Почему эти российские компании не подтягивают производительность труда до соответствующего уровня? Ну, конечно, у них куча аргументов и так далее. Если можно нанять за 30 тысяч человека, какая нахрена роботизация и автоматизация, вы о чем? Вместо конвейера, блять, ленточного мы ставим двух чуваков, которые эти мешки ворочают, вы понимаете? Три месяца выдерживают, все, потом больничка и так далее. Минимальная зарплата труда должна быть тысяча рублей в час. Понятно? И все. И тогда производительность труда для работодателя будет единственной возможностью смочь заплатить эту тысячу рублей в час. Понятно? Вот конкретная постановка задачи на автоматизацию, на создание эффективных рабочих мест начинается. Решимость людей не соглашаться на работу менее чем за тысячи рублей в час, вот предпосылка, что работодатели и сотрудники входят в так называемый коллективный договор. Понятно? Вот. Ну и правительство, которое подкреждает это дело вот этими вот настроениями по введению минимальной размера оплаты труда в час, например, тысячи рублей в час. И вот и все, ребят, это все предпосылки, из чего складывается другое отношение к труду, другое отношение к производительности, то есть к эффективности рабочих мест, ну и совершенно другой микроклимат страны. Многие говорят, вот рыбаков фантазирует и так далее, но посмотрите все за что берется рыбаков на длинном горизонте время, как оно выглядит, как оно начинает процветать, плодиться, размножаться. Просто посмотрите. И никогда не верьте тем, кто говорят, и в ауре влияния кого ничего не происходит. Вот посмотрите то, что происходит в моей ауре влияния. И я хочу, чтобы у каждого из вас был шанс, такой же, как и у меня. То есть я хочу передать вам свои практики, вот эти вот подходы. Я хочу вас научить экспоненциальному организации собственной жизни. Экспоненциальной, то есть когда вот сложение того, что у вас есть, приводит к экспоненте, то есть невероятному росту, удивительному, казалось, который невозможен, а вот он есть. Я хочу научить вас этому. Поэтому четвертого февраля я собираю людей, которые хотят перенять мои практики, собираю в крокусе, чтобы передать эти практики, вот буквально, как алгоритмы действий, чтобы вы могли присваивать обстоятельства, а сейчас очень интересные обстоятельства, как раз для присваивания. Так вот приходите четвертого февраля, и я передам вам свои практики. Будут мои сподвижники, те, кто уже перенял когда-то мои практики, они тоже рассказывают свои кейсы. Вы побудете в атмосфере людей, которые реально еще два года назад, три, кто-то пять лет назад мучились, извелись все и почти износились уже, и крест на себе поставили. Вы посмотрите на них сейчас, и вы увидите, что стоит вам находиться среди этих людей, перенять практики Рыбакова, как и в вашей жизни случатся необратимые, удивительные, так желаемые изменения. Ну, а если вы попадете на закрытую вечеринку в крокусе, то вообще хорошо, пожму вам руку лично, короче. Поэтому 4 февраля, крокус, и я вас жду. А существуют ли ситуации, при которых все-таки можно согласиться на какую-то минимальную зарплату и поработать пока вот в таком режиме? Два события, которые разрешают работать за низкую зарплату. Когда ты в самом начале трудового пути, когда ты стажер, когда ты там студент, пожалуйста, можешь хоть бесплатно работать, можешь доплачивать за то, что тебя впустили, начать эту практику. Иногда есть такие места, за которые я бы заплатил, чтобы меня туда впустили. Или если ты попал в какую-то очень экстремальную ситуацию, ну, например, попал на необитаемый остров, жрать вообще нечего, и тут какие-то там тузенцы, мумба-юмба тебе предлагают за какие-то три копейки что-то там поделать. Ну, нужно соглашаться, иначе они тебя. Нету других обоснований, почему работать за низкую зарплату. Вот эти вот все термины, кто-то должен же, блять, нету таких оснований, нет. И это такие основания, да, их кто-то придумывает для того, чтобы деньги не платить. На самом деле у всех работодателей, подчеркну, есть деньги. Вы просто должны знать этот секрет, у них есть деньги, но вначале они предпочитают не заплатить эти деньги и сказать, вы знаете, у нас так принято, пыль сосать за копейки. Если человек согласился, он говорит, вот, нормально. Вы своими действиями не соглашаетесь за низкую зарплату работать, да, вы влияете, чтобы неэффективные работодатели, то есть те, которые не могут создать эффективные рабочие места ушли с рынка, а если вы соглашаетесь, вы купируете эту проблему. Вы фактически своим телом, умом и сердцем, вы вкидываете свое тело как ресурс, пусть изнашивают меня. Вы позволяете этому паразиту существовать дальше. Вот и все. Есть еще такой распространенный аргумент, как я могу не согласиться на низкую зарплату, если на рынке зарплаты низкие. Ну, я не соглашаюсь, меня на работу не взяли, взяли просто другого. В итоге другой работает за низкую зарплату, а у меня зарплаты нет совсем. Что бы вы ответили на этот аргумент? Я вот, когда ты читал этот вопрос, я вспомнил эту замечательнейшую картинку, мем. Гигантское стадо баранов, гигантское, гигантское поле. Стоят, блядь, посреди поля ворота. И эти бараны, они вот так сгрудились, и они пытаются в эти ворота прийти, хотя нет никакого забора нету. Поэтому, когда бараны идут в эти ворота, почему они идут? Они видят, дальний баран видит, что средний баран куда-то там метит, он за ним тоже метит, а средний баран видит, что тот баран, который ближе к воротам, вот он в эти ворота пытается пропихнуться, и он за ним метит, да? То есть каждый баран на барана смотрит, за бараном следует, да? Толпа подчиняется законам, и это давно уже, ну, исследовано и подтверждено научно. Толпа начинает обладать интеллектом самого нижнего члена этой толпы, вот и все. Поэтому, какая тебе нахрен разница, что Вася решил, иначе ты становишься одним из этих вот баранов. Стоит тебе выйти из этой толпы и обособить себя, вот в этот момент тебя вдруг посещают другие мысли. Нет, а я свое тело, ум и сердце, вот свое, время своей жизни буду менять по-другому. Вот. И вот в этот момент у тебя шанс появляется. Люди могут годами, десятилетиями, всю жизнь прожить в том, что им не нравится, что с ними происходит, но продолжат жить. И самое главное, воспитают своих детей такими, что они тоже продолжат здесь жить, в этой нищете, непролазном горе, да? Вот в ощущение того, что вот не мы такие, а жизнь такая. Вот такая жизнь, мы-то хорошие, а жизнь такая. Вот ну вот, надо ее принять. Вот эта толерантность к унижению, к подавлению жизни, там, когда не нравится, что с тобой происходит, то есть толерантность к себе такому, которое не нравится, что с тобой происходит. Вот и все. А что работодатель? Работодатели или внешние люди, которые тебя унижают и так далее, это просто очередное доказательство, что да, вот жизнь вот такая вот, надо быть терпилой. Еще раз говорю, ребят, Рыбаков утверждает, первое, терпилой быть — это твой выбор, ждуном быть — это тоже твой выбор. И вообще, кем быть — это твой выбор. Ты выбираешь, как использовать свое тело, ум и сердце, оставить свое тело, ум и сердце, да, чтобы его эксплуатировали дальше работодатели за три копейки. Вот все. Поэтому покидайте эти насиженные места, где работодатель не платит вам деньги, где вам не нравится, что с вами происходит. Покидайте эти работы, эти города, эти села, уезжайте или обустройте в этом городе, в селе все так, чтобы вам нравилось, что с вами происходит. Только, пожалуйста, не сидите на жопе ровно и не скулите, да, порождая целые поколения ждунов, ворчунов и терпил. Вот это самое страшное наследие, которое нам, сука, досталось от Советского Союза. Толпы, просто полчища ждунов, терпил и ворчунов, которые уверены, что они-то красавчики, и они продолжают нищенствовать в этих городах, селах и так далее. Каждый из нас в отдельности достоин лучшей жизни. Идите к людям, которые выбрали достоинство, да, а не продолжение сосуществования вот в этом вот мракобесии, вот в этой бедности, нищете и так далее. Я предвижу комментарии, обязательно будут люди, которые напишут, что у всех заработок разные, цели разные, аппетиты разные и спросят, а что вы, собственно, этой бедностью считаете и низкой зарплатой? Ну, да, мы живем в 21 веке, когда удовлетворение базовых потребностей уже не является целью. Поэтому сегодня быть, ну, достойно живущим — это не просто, там, купить, поесть, там, жилье какое-то или одежду купить. Нет, это, знаете, там, получать образование, повышать свою компетенцию, чтобы у тебя рост, уровень дохода, и проводить время среди людей, обогащающего окружение, где новые практики, способы, методы входят в тебя. И это тоже требует времени и расходов. Возможно, какое-то сообщество, там, членский билет надо заплатить и так далее. И статистика такова неутешительная — более 50% людей в России 90% своих доходов тратят на самое необходимое. Ну, то есть все практически. То есть у них 10% только остается на финансовый резерв или что-то, ну, они и то спускают это, там, на алкоголь или какие-то развлечения, и финансовое резервы не остается. Понимаете? Вот это уровень бедности, когда человек постоянно нуждается или когда снижает свое потребление, особенно в вопросах, которые про личностное развитие, про пребывание среди людей, расширяющего окружение. Вот когда человек не может нести вот эти вот расходы, не может оплатить эти расходы и говорит, я это вот сокращаю. Ну, тогда сокращается возможность человека вообще к процветанию. Поэтому, смотрите, на самом деле, как только вы почувствовали первые симптомы, что вам не хватает денег оплатить членский билет в клуб, в какое-то сообщество, пребывать среди людей, где вы постоянно чувствуете вот это расширяющее окружение, и у вас нет на это времени, вы вынуждены время, свое тело, ума и сердце тратить постоянно на работу, на вторую работу, ну, чтобы заработать на пропитание и шмотки, ну все, вы в опасности. Следующий вопрос к вам, как к работодателю. Каким людям из ваших компаний вы готовы платить больше, чем в среднем? От чего это зависит? Есть такой фактор, я сейчас о нем расскажу. Есть мои внученики или Grand Students. Им я готов платить больше. Но не потому, что платить больше и от этого все случится. Дело в том, что эти люди, мои Grand Students, они наиболее плодовиты на то, что у них появляются их ученики, а у их учеников появляются их ученики. То есть выполняя свою профессиональную функцию, они создают условия, при котором подходящее размножается вот в обилии. Вот им я готов платить больше. Может быть, немножко путано, как бы, говорю, но это единственное, за что следует платить людям. Например, есть девушка, которая является моим правным учеником. Ну, то есть это ученик моего ученика, моего ученика, вот. И вот мы заметили, что у этой девушки, вокруг нее вот очень много учеников. И как мы это заметили? Подразделение, которое она возглавляет, с 50 миллионов выручки два года назад, сперва выросло до 150 миллионов и теперь уже 250. У нее очень мощная способность к порождению своих учеников, а ее ученики порождают других учеников. Вот у нее подразделение, которое она возглавляет, первое, растет, причем растет органически, быстро, и у нее нету никогда, подчеркиваю, никогда недостаточности в закрытии новых вакансий. Мы никогда в этом подразделении не обращаемся к услугам каких-то джоб-бордов, кого там найти. Зачем? Это подразделение само выращивает новых людей из стажеров, буквально из студентов. Вот за эту способность я доплачиваю деньги. Я не просто доплачиваю деньги, дело в том, что этот человек делает деньги, делает деньги, размножая бизнес. Конечно же, я заплачу ему деньги. Откуда я возьму деньги, чтобы ему заплатить? Поэтому вы должны понимать следующее. Если ваша способность заключается в том, чтобы размножать желаемое, то любой работодатель заплатит вам деньги. Для каждого работодателя желаемые являются это люди со способностью превосходить ожидания. Только превосходящие практики делают компанию процветающей, делают это люди. Так вот, люди, которые могут размножать этих людей, которые обладают по происходящим практикам, конечно, им платят больше. И я тоже. У меня финальный вопрос. Как вам кажется, наступят ли времена, когда люди в России перестанут соглашаться на низкую зарплату? И что произойти должно, чтобы это случилось? Ну, во-первых, хочу сказать, я не просто уверен, я ведаю, что наступит. Вот на моем канале находится более двух миллионов людей, а значит, у каждого, кто зритель моего канала есть шанс, причем ну просто не нулевая вероятность, значимая вероятность, перестать соглашаться на житие в бедности и стать актором собственного процветания. Это раз. Ну и второе, когда таких акторов становится все больше и больше и больше, создается некий мейнстрим, когда уже и все оставшиеся просто говорят, ну блин, вот же, вот так вот все и мы тоже не будем. И таким образом мы с вами вместе повлияем на рост качества своей жизни, каждого в отдельности, да, и качество жизни в нашей стране, в нашем сообществе. Вот и все. Спасись сам и спасется все вокруг тебя. Ну и так называется, начни с себя, улучши качество своей жизни, ты станешь примером, который отмоделируют другие, они тоже повысят качество своей жизни, просто перестав соглашаться на нищенство и ванье. Я абсолютно в этом уверен и каждого из вас приглашаю вступить на вот этот вот путь мастер жизни, мастера актуальности. Вот прямо сейчас взять и начать менять время своей жизни по выгодному курсу. Хорошо, пусть чуть более выгодному курсу, но каждый раз вот это чуть даст вот это вот ощущение превосходства. Оно скопится к тому, что вы станете доверять себе, что у вас тоже получается. Не зря же ведь вы находитесь на канале номер один про бизнес и деньги. Вот. И, конечно же, я хочу вас всех пригласить. Давайте вместе размножать хорошее и пусть плохому места просто не останется. Я еще раз отвечу на этот вопрос. 077 10 10